Защитить бизнес, как в Крыму действует законодательная система защиты прав предпринимателей. Подробнее эту тему обсудим с нашим гостем в студии Павел Дашковский, старший помощник прокурора города Симферополя. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Действительно, весьма щепетильная тема, особенно к началу курортного сезона, когда многие крымчане, не работавшие круглый год в предпринимательской сфере, берут патенты и в этой части уже участвуют в предпринимательской жизни как нашей республике, так и России в целом. Вот насколько в Российской Федерации в общем и в республике в частности развита сфера законодательства в плане защиты прав предпринимателей? Прежде всего, перед началом диалога хотелось бы поздравить всех с наступающим праздником. Это Великим Днем Победы в Отечественной войне. Сказать спасибо всем ветеранам, что они когда-то помогли нам, чтобы мы сейчас могли находиться здесь. И в свою очередь мы будем стараться и выполнять максимум задач, чтобы обеспечить им надлежащую старость. В старой части защиты прав предпринимателей на федеральном уровне принят ряд федеральных законов, которые направляют бизнес к развитию и благосостоянию. В частности, приняты такие законы, как о развитии малого и среднего предпринимательства. Данным законом предусмотрены те обязанности государства и в частности местного самоуправления, которые они обязаны выполнять перед предпринимателями для их развития. Также приняты федеральные законы о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Этим законом предусмотрены основные обязанности контролера к проведению плановых и внеплановых проверок, как на территории всей Российской Федерации, в Крыму и в городе Симферополе в частности. На республиканском уровне принимаются соответствующие республиканские законы. Это о регулировании торговой деятельности в республике Крым. Это также о развитии среднего и малого предпринимательства в республике Крым. Принимаются соответствующие законы, например, как специальные законы. Это как о выполномоченном по защите прав предпринимателей в республике Крым. На местном самоуправлении принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие непосредственно взаимоотношения между местной властью и предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования. Такими можно выделить это как программа о развитии среднего и малого предпринимательства, в которой указываются конкретные мероприятия, которые будет проводить местное самоуправление, то количество бюджетных средств, которые будут выделяться для развития предпринимательства. Необходимо выделить роль прокуратуры, в частности программа о развитии малого и среднего предпринимательства 2015-2016-2018 год, которая принята, принималась во исполнение представления прокуратуры города Симферополя. Так как данный момент законодателям местного самоуправления был упущен и прокурор носил представление и привлекли к дисциплинарной ответственности виновных лиц, которые несвоевременно сориентировались на необходимости принятия данного акта и приняли соответствующий документ. Вы знаете, Павел, зачастую на местах, наверное, зависит даже больше, чем от центра, потому что здесь непосредственно идет общение с предпринимателями и здесь чиновники напрямую могут узнать у предпринимателей, какие проблемы волнуют этих людей и помочь им или же наоборот отказать в помощи. В этой части прокуратура какими полномочиями обладает для того, чтобы оценивать и влиять даже на деятельность местного самоуправления? Прежде всего, чтобы оказать помощь предпринимателю, местное самоуправление должно, обязанно принять соответствующий нормативно-правой акт. То есть, как упоминалось, это программа развития малого и среднего предпринимательства на 2015-2018 год. В чем заключается роль прокурора? На стадии еще проекта, в рамках подписанного соглашения между местным самоуправлением и прокуратурой и во исполнении нашего профильного федерального закона о прокуратуре, мы изучаем данный проект на наличие так называемых коррупциогенных факторов, либо неполноты, либо иных моментов, которые могут ущемлять права предпринимателя. После чего мы направляем соответствующее требование, заключение, либо информацию в органы местного самоуправления. Она рассматривается и с учетом наших уже предложений принимается данный нормативно-правовой акт. После того, когда акт принимается, тем не менее, все равно он направляется в прокуратуру, мы изучаем его и после этого решаем вопрос, либо согласиться с ним и составить соответствующее заключение, либо уже принести протест на данный документ для отмены его, либо внесения соответствующих изменений. До этого времени в Крыму действовал мораторий на различного рода проверки в отношении предпринимателей. На сегодня каким образом прокуратура осуществляет подобного рода проверки? Ведь все-таки нельзя бесконтрольно оставлять эту сферу. Все-таки многие субъекты хозяйственные производят продукты, которые потребляют крымчане. Нужно следить за этим. Прежде всего необходимо сказать, что есть фактически два вида проверок. Это плановые и внеплановые. Основная масса проверок, которая проводится сейчас, это внеплановые проверки. Ввиду особенностей федерального округа нашего, внеплановые проверки органов контроля согласовывались с Министерством экономического развития Российской Федерации. Но законодателям в апреле месяце внесены изменения и эта функция возвращена в органы прокуратуры. То есть, если, образно говоря, у нас МЧС, территориальное подразделение, либо Роспотребнадзора, организовывают, собираются провести проверку внеплановую, они подготавливают заявление, распоряжение основанием, что явилось, что самое главное для проверки. И что зачастую может стать этим основанием? В основном эта масса это заявление граждан, либо информация иных органов контроля в порядке взаимодействия. То есть, по сути, если человек там насторожен качеством продукции, он может обратиться, написать соответствующее заявление? Приведем один из примеров. То есть, не будем конкретизировать, в образно говоря, есть жилой дом, в подвале открывается у нас бар «Кальян». Естественно, людей это насторажит, это запахи, это непонятный контингент, который там находится. Естественно, они обращаются в Роспотребнадзор, в орган контроля, чтобы просить вас проверить, насколько вытяжка правильной работы, потому что нашему здоровью возможно причинение вреда жизни и здоровью. Либо обращаются в МЧС и просят, уважаемый МЧС, проверьте, пожалуйста, соответствуют ли правилам пожарной безопасности данные помещения. Потому что все-таки «Кальян» это огонь, это уголь, который вспыхнуть может в любой момент. Да, данное заявление носят у нас признаки соответствующие и контролем мы согласуем. Здесь уже в том числе вопрос, наверное, к органам местного самоуправления, которые дали разрешение на деятельность подобного рода заведения. И вот в этой сфере хотелось бы задать следующий вопрос. Вот прокурорский надзор за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере выдачи административных документов, тех же разрешений юридическим лицам. Ведь здесь можно как притормозить, так как наоборот включить зеленый свет. Притормозить нельзя, потому что все, либо есть основания и услуга эта оказывается, либо она отказывается. Каждая услуга, то есть это документ, справка, который выдается местным самоуправлением, либо органам государственной власти, она урегулирована соответствующим принятым административным регламентом оказания муниципальной, либо государственной услуги. Тут необходимо сразу же обратить внимание, что если это у нас услуга оказывается МЧС, Министерством чрезвычайных ситуаций, то административный регламент, он принимается у нас Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Соответственно, и оценка давалась и Генеральной прокуратурой Российской Федерации данному документу. То, что касается муниципальных услуг, которые оказываются у нас на территории города, местным самоуправлением принято 42 муниципальных административных регламента об оказании услуг. Все они в порядке и на момент проекта, и после принятия проверенной прокуратуры на соответствие так называемых коррупциогенных факторов. — Павел, безусловно, что здесь прокуратура, ее главная роль, задача защищать крымчан, защищать предпринимателей, но ведь вот эта защита предпринимателей, она зачастую может, если чрезмерная опека над ними, она может негативно сказаться на крымчанах. — Где эта золотая середина, что вроде как бы и бесконтрольно не оставлять, без проверок, но в то же время и наблюдать и бдить за ситуацией, которая складывается на предпринимательском рынке? — Мы надеемся, что основная масса предпринимателей стараются жить по букве закона, по тем обязанностям и правам, которые у них прописаны, и не будут переступать ту грань, чтобы проводились уже прокурорские проверки в отношении юридических лиц. — Вот, в частности, актуальный вопрос для ценообразования, да, то есть что цены поднимаются, растут, то есть есть же у нас доконательные акты, которые регулируют их, например, детское питание, да, вот есть у нас специальные нормы, которые регулируют ту максимальную надбавку, которая может быть добавлена от закупки, да, есть у нас аптеки предпринимателей, которые соблюдают его, если 20, я не помню точно, 12-процентные, да, 12-процентную от закупки соблюдают, а есть, которые ставят и 20%, в связи с чем проводятся такие же прокурорские проверки и привлекаются виновные лица к дисциплинарной ответственности, административной, за нарушение законодательства в рамках ценообразования. — Ну, как показывает практика, предприниматель предпринимателю рознь, здесь, наверное, уже многое зависит от непосредственно ответственности и социальной ответственности самих предпринимателей. Павел, ну, если подводить итоги работы прокуратуры Симферополя именно в этой сфере, да, в предпринимательской за 2015, вот уже часть 2016 года, годов, какие выводы можно сделать? — Ну, прокуратурой города Симферополя за 2015-2016 год выявлено порядка 250 нарушений закона в сфере защиты прав предпринимателей, в связи с чем для их устранения принесено порядка 20 протестов, это на те нормативные правовые акты, которые, в частности, принимались и местным самоуправлением. Внесено порядка 25 представлений, при рассмотрении которых привлечено к дисциплиной ответственности порядка 30 лиц. По исковой работе, то есть прокурор в праве обращаться также и в суд еще в интересах неопределенного круга лиц, было предъявлено 4 заявления. Хотелось бы выделить вот ту роль прокуратуры, что вот реклама, да, которая у нас распространяется на территории города, это все-таки больше всего касается юридических лиц, потому что они оказывают свои услуги таким же предпринимателям. Местным самоуправлением долго у нас не разрабатывалось и не принималась схема рекламы расположения на территории муниципального образования. Прокурор обратился в суд, соответствующий заявлением о признании бездействия незаконным и понуждение местного самоуправления о принятии действий. Ну и в исполнении решения суда была принята данная схема. Мы будем надеяться на то, что наши предприниматели будут настолько социально активны, что контроль прокуратуры в этой сфере даже не понадобится. Вам успехов в работе, благодарю за беседу. Спасибо. А у нас на этом все, но мы не прощаемся, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин